Всем привет, друзья, с вами Хантас. Вот и закончился у нас Новый год на Диком Западе, то есть вышло обновление, которое у нас убирает елочку, убирает новогоднюю атмосферу, убирает рога у нашей лошадки. Обновление версия 0.9.16. Изменения. Гринч поймал, все игрушки найдены, а праздник спасен. Это значит, что пришла пора получать подарки. Игроки, нарядившие елку полностью, получат универсальный памятный сундучок, доверху забитый подарками. Ковбой, нарядивший елку хотя бы 10 игрушек, он также получит сундучок, но его содержимое будет несколько скромнее. Все новогодние украшения, елки исчезнут после обновления. Что было исправлено, фронтальные атаки ваших питомцев больше не будут задевать союзников, больше никаких попаданий под горячую руку. Ну, ребята, я с данным не сталкивался, потому что я немножко другой билд качаю, то есть без питомцев. Другие небольшие исправления, ля-ля-ля. То есть, получается, ребят, я надеюсь, конечно, вы все успели нарядить елку по максимуму, успели отобрать у Гринча, соответственно, звезду. Надеюсь, вы пользовались теми методами, которые я выкладывал на свой канал. То есть, самая трудность у нас, получается, была, это именно в поимке Гринча и отнять у него данную, соответственно, звезду. Так, так, так. Что у нас? Лошадка прежняя. Прежняя лошадка. Да, вот на месте. То есть, ребят, я ее переместил, елку, как вы можете помнить, именно сюда. И на месте елки у нас вот такой замечательный сундучок. Так, блин, а интересно, он на все время у нас останется или нет? Так, ну давайте посмотрим. Нифига себе. Нифига себе. Это у нас по пять, получается, сундуков подарки с оружием. И пять подарков с одеждой. Кленовые доски. По-моему, они не добываются в этой игре. Овес для нашей лошадки. 20 стальных слитков. Кстати, очень топовых. Досточно проблематично. Выплавлять. Топовая винтовка. Самая, по-моему, топовая, да? Легенда Дикого Запада. И самая топовая сабля конфедератов. По-моему, она у нас крафтится. И в самом-самом там конце. Да, да. Самые топовые вещи нам дали. Ребят, очень-очень достойная награда. Я очень благодарю разрабов, что они не скупятся вот на такие подарки. Ну, на самом деле, очень игра сама по себе. Щедрая и, блин, не знаю. Мне очень нравится. И очень нравится такой сеттинг Дикого Запада. Ковбой. И вообще круто. Ну, надо мне инвентарь освободить сейчас, что я сделаю. То есть, как вот в прошлого ролика у меня осталось. И мы с вами откроем все это. И мне очень интересно. Мне получается, надо что-то в инвентаре оставить. Можно сюда что-нибудь? Да, покласть можно. Просто я боюсь то, что этот новогодний сундучок исчезнет. А мне кажется, если здесь какую-нибудь одну вещь оставить, и сундучок останется. Ну, не знаю. По крайней мере, я буду на это надеяться. Сундучок, на самом деле, очень топовый. И если можно было бы его как-нибудь переместить... Ребят. Это памятный. Серьезно? Мы его даже можем себе забрать и переместить. Ну, сейчас попробую, ребят. Сейчас попробую. Ну, что ж, ребят. То есть, получается, это не только внутренние награды, да? То есть, то, что здесь вот имеется. Но и сам сундучок, на самом деле, является памятной наградой. То есть, потому что мы эти вещи можем использовать. Они все закончатся. То есть, это расходники. Простые игровые расходники. То есть, про памятный подарок, ребят, имелось в виду вот этот сундук. Этот сундук, получается, на 15 ячеек. Ну, он сам по себе уникален. И, блин, вообще круто. Вообще круто то, что мы его... Что же здесь пишут? Можно поставить на любой свободной подверхности. То есть, даже, ребят. Это единственный, по-моему, сундучок, который можно прямо на земле ставить. То есть, в любое место. Это круто. Это очень круто. Ну, давайте откроем подарки. То есть, помимо вот этих вот наград, самых топовых оружий. То есть, самая топовая огнестрела, самое топовое холодное оружие. Расходники самые труднодобываемые. И нам вот... Надеюсь, что мне сейчас выпадет какой-нибудь сет. То есть, у меня там были, по-моему... Сейчас посмотрим. Да, штанишки. Давайте я тоже, наверное, возьму. Ботинки. Ну, и такие вот ботинки. Интересно, я смогу набрать целый сет? Хоть один какой-нибудь. Так, и шапчонки буквально не хватает, да? Шапочку. Дайте мне зеленую шапочку. Офигенно. Офигенно, ребят. Зацените. То есть, эти вещи, блин... Я вам советую, ребят, их не тратить. Потому что это... И реально вот... Их прямо можно в этот же сундучок убрать. Это вообще топчик. То есть... Ну, по факту это тот же меховой набор. Но... Получается просто... В стиле Рождества. В стиле Нового Года. Так, и здесь почти сет, да? Ну, и давайте посмотрим, что по холодному оружию. То есть, ролик у нас будет небольшой. Мы откроем. Я вам покажу, что и как. Так, посох. Кстати, тоже топовый. У него, в принципе, урон неплохой. Такой 80. Так, еще посох. Вот оно. Вот оно. То есть, он мне не выпадал все это время. А ты че так стреляешь дико? Че за ерунда непонятная? А, надо удерживать. То есть, ребят. Нужно его удерживать. А че по урону? Че по урону в нем? 50 урон, да? Может быть, еще один упадет? Ну, мне кажется, сейчас фигня. А, два! Целых два арбалета, ребят, мне выпало. Не знаю, может быть, подкручено специально в таких наградах, кто все-таки удосужился это сделать, выбить. Ну, ребят, я очень доволен. Прям максимально очень доволен этим сундуком. Просто посмотрите. Просто посмотрите, какие подарки они остаются на все время. На все время. Ну, вот такой вот коротенький видосик будет. То есть, открытие боксов. Показал вам награду, какую мы достигли. То есть, на самом деле, все достаточно пот, но долго было. Потому что у нас все, в принципе, упиралось. Именно нам необходимо было добыть эти карты. По-моему, даже убрали, да, крафт-карты? Ну, да. Карты Гринча. 50 штук. Нужно было приспешников убивать. Найти. Нужно было его убить. Ну, вообще, то есть, достаточно долго, трудоемко. Но награда, она того стоит. Она самая топовая вообще. С вами был Хантас. Не забывайте подписываться на канал. Конечно же, поддержать большим пальцем вверх. И не забывайте прожать колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Награда, ребят, топовая. Обязательно поделитесь комментарием под видосом. Смогли ли вы это выполнить? Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.